Дюссельдорф Дюссельдорф Всех сегодня интересовало, как Ливон Ронян будет играть белыми фигурами с Ани Шенгири, одним из фаворитов турнира, наряду с Яном Непомнящим. Ани Шенгири, напомню, выиграл совсем недавно супер турнир в Вейканзее у себя, так сказать, на родине в Голландии. И поэтому, хотя бы поэтому, он рассматривался как весьма такой серьезный оппонент Ливона Роняна, да и вообще шахматист, который при случае может, несмотря на не очень уверенную игру, не очень убедительную, впечатляющую, претендовать, если он, например, выиграет у Ливона Роняна, на первое место. Также представляли немалый интерес встречи Андрея Сипенко с Веслиссоу, Яна Непомнящего с Дамараджу Гутишем. Дамараджу Гутиш все-таки делил второе и третье место с Веслиссоу. Ну, а отчасти многих очень интересовала и встреча между Винсентом Кеймером и Надербеком Абасаторовым. Я думаю, Надербек Абасаторов главный герой того же супер турнира в Вейканзее и один из, так сказать, таких тиневых фаворитов турнира в Дюссельдорфе. Ну, начну как раз с партии между Ливоном Роняном и Анишем Гири. Кстати, начало этой встречи не судило, как будто бы ничего такого слишком неожиданного, остросюжетного и так далее. Ну, Ливон Ронян сделал ход с Е2 на Е4, он ход делает в последнее время чаще, чем закрытые какие-то ходы типа Д4 и Коня Ф3, можно сказать, намного чаще. И вот Е4, Аниш Гири решил сыграть Е5, хотя Аниш, конечно, может применять любые практически системы. И вот любопытно, что часто говорили о 60-е, 70-е, меньше 80-е годы прошлого века, когда вдруг один из шахматистов применяет систему, которая входит в дебютный репертуар, основной ударный дебютный репертуар другого. То есть при игре черном это делать довольно опасно. Но с другой стороны, определенный психологический контекст, подтекст и так далее есть. Ну, а кроме того, сейчас, ну, почти все в состоянии очень быстро освоить, освежить, если хотите, большой пласт информации и подготовиться к партии даже в том дебюте, который не является репертуарным для вас. Итак, ну, я много слов сказал. Конев 6 сыграл здесь Аниш Гири, давая понять, что он собирается взять на Е4. Ливон не играет Д3, он делает ракировку, позволяет ответить Конь Гит Е4. Ну, и каноническое, конечно, развитие событий здесь это Д4. Хотя на основное разветвление, вы понимаете, что поскольку цвет черных полей на доске изменился с красно-коричневого на саратовый, то это боковой вариант. Я просто о чем-то таком рассказываю, ухожу немножко в сторону. Итак, вот после хода Д4 черные почти наверняка, ну, обязаны они играть Конь Д6, взятие на С6. Ныне уже БЦ никто не играет, все берут пешкой Д, взятие, Конь Ф5, и начинается борьба вот таком вот вязком, сложном, коварном для обеих сторон берлинского меншпиля. Но другой ход делает Ливон Ронян, ладья Е1, и я думаю, что всем показалось, ну, как-то так вот, ну, Ливон решил не рисковать. Он играет с опасным, достойным соперником. Попытаемся чего-то такое получить по мелочам. Сыграем, сейчас Конь бьет Е5. Это вот, кстати, Ливон Ронян не сделал. То есть, что могло бы получиться после Конь Е5? Ну, каноническое опять же развитие событий, взятие-взятие, С7, С7, С1, поскольку С1 атакован, стоя на Б5. Затем короткая рокировка, там, Д4, Конь Е8, Конь через Е8 переходит на более удачные все позиции, С6, Д5. Ну, в общем, черные при аккуратной игре держатся, хотя кое-какие проблемы некоторые шахматисты и шахматистки, кстати, перед обладателями или обладательницами черных фигур в этом развитии не ставили. Ну, объективно, конечно, это все-таки, ну, ничья, так сказать. Я очень гудгарно, грубо оцениваю то, что может после этого получиться и должно получиться. Ну, вот Леон делает ход А4. Ход известный, ход применялся, то есть, что важно отметить, что бить на Б5 черную невыгодно, так как, понятно, белые возьмут на Б5, потом возьмут на Е5 с комфортом, захватят анициативу, у них будет лучше. То есть, это то, что в плюс этого хода. А в минус то, что белые ничего дополнительного сверх возможности взятия на Е5 вроде бы не добавили в своей игре, они сыграли С7, Конь С3, Леон не торопится брать эту пешку. Разумеется, ход А7 и Ф6 не то для черных, взятие на Е5 тем более не то, а А7 и А6 играет здесь Ани Жгири, все опять же логично. Ну, спрашивают у белого слона, а что он, собственно, собирается делать на Б5. То ли он бить на С6 будет, тогда ДЦ у черных скорее лучше, чем хуже, поскольку, ну, при отсутствии дефектов структуры, при том, что на ферзиом фланге пешечное соотношение 4 на 4 после взятия на С6 и ДЦ, то есть белые никаких вестов не получат, никаких дополнительных плюсов на ферзиом фланге не получат, слон черных выйдет белопольный в игру, откроется после ДЦ, ну и все у черных будет хорошо. Поэтому единственный ход, который ослуживает рассмотрение, это слон F1, так и поступил Леон Ронян, Е4 теперь. Ну, зачем Е4? Для того, чтобы вообще весь этот порядок ходов имеет некоторый смысл для белых в том смысле, что черные могут потерять какое-то время, ну, я не знаю, что после 0-0 вот такого другого банального хода, не скажу, что он лучше, он, наверное, похуже немножко, дополнительно получает по сравнению с каноническими позициями, вот со взятием на Е5, взятием-взятием и отступлением на Е8. То есть, конечно, белые выставили коня на С3, могут попытаться сыграть конь на Д5, что, вероятно, им что-то особое надоет, ну, может быть, в этом хитрость, может быть, просто Д4, Д5 не идет, вот что еще, какой нюанс может быть, скажем, белые играют Д4, а черные не могут сыграть Д5, они должны сыграть Д6, поскольку конь стоит на С3 и контролирует поле Д5. То есть, здесь какая-то, может быть, собака порыз, как принято говорить, поэтому идея Ливона-Ароняна, но черные могут не рокировать, не предлагать взятие пешки Е5, а, говорят, если вы, белые, хотите отыграть пешку, а вы обязаны это сделать, то берите на Е4, и мы меняем своего такого вот неудачно расположенного коня на Д6, и теперь у нас уже не будет никаких проблем с движением пешки Д, с ходом С4, ну, вообще, первое ощущение такое, что у черных чуть ли не лучше. Это не так. У черных не лучше, но, по большому счету, и не хуже при аккуратной игре. То есть, легкие плюсы, может быть, у белых есть. Почему? Потому что H3, С3 должен вроде бы отступить на H5, слон Е2, рокировка, Д4, ну, и вот оказывается, что после кода коня Е5 черные обязаны разменяться на Е2, делают это не без удовольствия они, во всяком случае, без негативных каких-то чувств и эмоций, и конь бьет Е5. Наверное, правильное решение, ну, как не взять централизованного белого коня, разменяв на него своего коня на С6, который занимает неидеальную, строго говоря, позицию. Разменяли сильного слона, белые взяли пешкой Д, ответ черных ферзь Е7, ферзь Д3, ну, и, в общем, никого бы особого удивления не вызвало соглашение на ничью вскоре, с помощью или троекратного повторения ходов, или чего-то еще. Ну, совсем равная позиция, и действительно, это так, равная позиция, белые ничего по дебюту не получили, но борьба, и, можно сказать, игра продолжается. Именно так казалось в этот момент, продолжается игра. Ну, и перемещение фигур на шахматной доске, такое высоквалифицированное, правильное и так далее, но ничем другим, кроме как равенством и соглашением на ничью, вроде бы закончиться дело не должно. Ну, все равно такие ходы. Может быть, черные чуток зря вот так расставились, а может и нет. С5 черные могут сыграть в любой момент, во всяком случае, могли, и уж никаких проблем у них нет. Белые могут надвинуть пешку Ф, ну и что дальше? Ну, ферзь Ж6 играет, а не Ждири, то есть это логичный маневр, стандартный маневр. Иногда он приносит белым или черным. Перевод белого ферзя на Ж3, скажем, мы видели, и черного ферзя на Ж6 тоже видывали в подобной ситуации, в схожих ситуациях. То есть этот перевод логичен. Меняться на Ж6 не хочется, тогда АЖ и никакие им движения пешки Ф не будут. У черных скорее лучше, чем хуже будет. Но белые играют Ф4, предлагая поменяться на Д3, что мог сделать, а не Ждири, взять, взять, там сыграть С5. И опять же, очень не похоже, что здесь может быть что-то другое, кроме ничьей. Хотя можно, конечно, здесь на аптекарских весах взвесить все это дело и прийти к выводу, что белые подтянут короля на Ф3, подтянут куда-то ладью, будут идею Ф4 и Ф5 реализовывать. Вот какая-то минимальная аккуратность от черных требуется, но решить проблемы по нейтрализации давления белых для них, для черных, здесь не представляло бы, я думаю, никакого труда. Но было сыграно Ф5. Очень ответственное решение принимает Ани Ждири, и после этого завязывается игра все-таки у белых получше. Б4, вот такой вход Ливона Роняна, для того, чтобы С5 просто так не шло. То есть уже С5 на движении пешки, захват пространства на ферзь на фланге не шел. Сыграете С5, разменяемся, пешка Д5 черных слабовата, у белых сильная защищенная проходная на Е5. Но есть о чем поговорить, у белых плюс равно уже есть. Вот в этот момент, можно сказать, после хода Ф5 у белых сразу из ничего, из почти полного равенства образовалось плюс равно. Ну спасибо, это я с точки зрения Ливона Роняна говорю. Ферзь Е6, С2, С3, чтобы Д4 черные просто так не играли. Теперь на Д4 можно сыграть С4, а вот если белая пешка стояла на поле С2, то на Д4 особо не сыграете С4 из-за взятия на проходе. А теперь пешка белых просто пройдет мимо на поле С4. Ну С5 играют черные, размен, размен, шаг, слон Е3, меняемся слонами. Что получается в итоге? В итоге мы получаем позицию лучшую для белых за счет сильной, опять же, защищенной проходной в центре. У черных своих плюсов нет, у белых давление по линии Б, у черных по линии С. Но если пешки поменяются, белые ладья активизируются, то какие-то еще моменты, связанные со слабостью седьмой горизонтали, вырисовываются. То есть неэлементарная защита здесь до черных. Было совсем почти равенство полное, а тут у черных хуже, и нужно защищаться. Ну вот Ферзь С6 играет Аниш Гири, Ферзь Д4. Ливон Ронянт водружает Ферзя на сильное поле, чтобы не было никаких там идей, кроме взятия на С3. Хотите бить на С3, берите, но Б5 пока что играет Ливон Ронянт, а Аниш Гири, чтобы подменять пешки, чтобы белая ладья просто так на Б7 не вторглась со взятием пешки. Взятие, взятие, король Аш2. Король уходит загодя в сторону, чтобы не попадать под какие-то шахи. Ладья Д8, защищая пешку на Д5, и белые играют ладья Е3, защищая пешку С3. Опять же, если бы здесь, скажем, черные взяли на С3, ну это было бы просто хуже. И по идее, конечно, это не проиграно, и это, видимо, ничья, но все-таки хуже, неприятно, может быть, Ферзь С4 стоило сыграть. Опять же, понимаете, здесь не имеет смысла анализировать последствия тех или иных отдельных ходов, поскольку понятно, что по идее черные держатся, понятно, что у них хуже, что поработать придется, как принято говорить, позащищаться. Такая неблагодарная защита черным предстояла бы, но ничего страшного с ними бы не случилось. А тут что? Ладья Е3, пешка защищена, черный играет Ферзь С4, но лишил Аниш Гири, что теперь все равно приложу этот размен с идеей взятия, потом ладья С4, пешки отбираются, может быть, какие-то другие идеи возникнут. Ладья Ж3 играет Ливона Ронян, недвусмыслно давая понять, что вот его, так сказать, объект атаки, главный пешка Ж7, где-то заход белой ладьи на седьмой ряд второй, а когда черный сыграет Ж6, тогда можно будет перебросить уже ладью с Ж3, для того, чтобы взаимодействие дружно, белые ладьи создали бы серьезную угрозу черному крадю. Едемопытно, что этот план, в общем, в полной мере удалось Ливона Ронян реализовать. Ферзь БД4, отвечает Аниш Гири, ладья С4, ну, вставать как-то вот сзади пешки, может быть, это имело какой-то смысл, я сейчас так вот думаю, но смысла-то на самом деле не имело, потому что просто ладья ЖБ3 терялась пешка на В5, и черный просто проигрывает. Никакого смысла не имело, извиняюсь. Ладья С4, поэтому, взятие на В5, взятие на Д4, ладья П7, опять же, позиции черных очень противные, нужно играть Ж6, белая отвечает ладья А3 с тем, чтобы вторгнуться на седьмой ряд, но позиции черных не проигрышные, хотя ощущение, впечатление может первое быть такое, что плохо черно, это не так. И вот мы увидим критический момент, на самом деле, объективно критический момент в этой партии. Вот здесь Аниш Гири сыграл ладья Е4, тогда как ход ладья А4 спасал партию, но черные держались на волоске, на тоненьком, должны были пройти по лезвию ножа, чтобы спастись, но проходили. Ну, естественный для белого ход, король вперед, ладья Ж7 сыграть можно, но король идет на А8, и ничего, белые не добьются. Ну, вот можно дать шах, действительно, вот такой, и теперь, короче, три разницы большой нет, с шахом, без шаха. Черная ладья должна отступить на А6, белые могут устремиться вперед, и теперь что важно, ну, можно сыграть король Ж3, конечно, и теперь король ладья А6 черная должна сыграть, поскольку Ж5 проигрывает. Вот я не буду показывать варианты, я тут много анализировал всяких вариантов, после Ж5 белые выигрывают достаточно четко, а после ладья А6 ничего большего, чем повторение попадов у белых нет. Поэтому, наверное, если белые хотят играть на победу, им нужно отступать не на Ж3, а на Ж5. Ну, черные играют ладья А5, белые прорываются на Ф6, и первое впечатление, что все, каюк, черный, потому что пешка Е, короче, у белых прикрыт пешкой Ф, белая пешка устремляется вперед, доминация по седьмому ряду, с поля Ф7 мы защитимся от шаха с Ф8, и черные могут слить воду, сдать партию. А на самом деле это не так, после хода Ф4 черная держится уверенно, и даже, я бы сказал, легко. Важно отметить, или любопытно отметить, что ход Е6 просто проигрывает за белых партию, по причине хода ладья А8 с угрозой ладья Ф5 мат. И защититься от этого мата практически невозможно, кроме как сыграв Е7. Но если белые сыграют Е7, то после шаха, ну давайте я сделаю уход Е7, иначе. Но если Ж4, то ФЖ, и все остается в силе. Только черные еще наварили пешку на Ж3, угрожая ладья Ф5 мат. А если Е7, тогда дали шах и забрали ладью вот эту, и вернулись, черные выиграли. То есть Е6 играть здесь нельзя, надо играть король Е7, такой интересный мотив. Ну, ладья Б8 сильнейший ход, поскольку, судя по всему, взят после взятия на Ж7, и король бьет Д8 шах, шах ладьей С7, белая пешка устремляется вперед, и белые выигрывают. А вот после ладья Б8 и король Д6 начинается вот такая игра, и в этой интересной игре, неочевидной, неоднозначной, проходящей у черных король, но свои плюсы, проходные пешки, которые не менее грозные, чем проходная пешка белых, это получается ничья, но главный вариант ладья Д7, Ф3 теперь сильнейший ход. Если Е6 пытаться играть, тогда кажется, что это выигрывает. Потому что если ФЖ, тогда Е7, да, ФЖ, то Е7, Е8 ферзь неотвратимо с шахом и с матом. Но можно сыграть Д2 с угрозой Д1 ферзь шах, и теперь же выигрывают черные, поскольку они отлёгшие, после того, как они отвлекли белого короля с поля Д6 куда-то в сторону, они черные получают возможность, ну, взять вот просто так и на Е7 сыграть ладья Е5. Ладья Е5, и белые могут сдаться, потому что две черные пешки, одна из них, точнее сказать, проходит ферзи. То есть Е6 сыграть здесь белые не могли бы, надо было бы сыграть ЖФ, теперь Д2, король идет на Е6, ладья бьет Х3, ну, зачем черные сыграть Е3, чтобы забрать вот так вот пешки. Здесь белые, как ни странно, в этом окончании, ну, как ни странно, если довольно естественно выигрывают ладью за свою пешку, черную ладью за пешку Е проходную. Но оказывается, что в это окончание ничейное. Я не буду вас мучить дальнейшим анализом этой, вроде бы, не форсированной возникающей позиции, хотя такой линия достаточно прямая, и больших уклонений, очевидно, альтернативных, не было у сторон. Но вот эта позиция ничейная, не удается черным, то есть не удается белым реализовать лишнюю ладью. Черных достаточно далеко продвинутые пешки, плохой белый король, далекий от всего этого дела, от театра военных действий, и активный, хорошо расположенный черный король. Это ничья. Это по поводу хода ладья Х4, который делал вот таким вот образом ничью. Я думаю, что основную, так сказать, линию, основное направление выяснения отношений после ладья Х4 я вам поведал. Был сыгран ладья Х4, и я подозреваю, на самом деле, что Аня Жди зевнул, не досмотрел, не обратил внимания, для человека это свойственно, что, ну обычно, понимаете, по 8-му ряду, по 7-му ряду белые ладьи, в данном случае белые ладьи, будет скоро 7-й ряд обсуждается, а не 2-й ряд. Так вот, доминируя даже по 7-му ряду, белые ладьи не в состоянии обеспечить создание матовых угроз. А здесь удается, причем, что важно, вот здесь вот белые делают не какой-нибудь ход ладья Х7, тогда повторение, ничего, вы не добиваетесь, вот, можно только взять на Х7. А очень сильный ход ладья бьет Х7, имеющий очень простую идею. Черные пешки, кстати, мешают черным ладьям. Ну, скажем, взяли на Х5, или там Д4 сыграли, любой ход такого типа, ладья уходит в сторону, и никакая сила от идеи ладья Х8 мат спасти, защитить черных не может, разве что Д3 ладья дает мат. Но ладья Д7 это у нас сильная сдача партии, собственно, сдача партии де-факто уже произошла в той или иной форме. То есть, из-за этого, в данный момент, когда Ливон Родян взял на Х7, пришлось Ани Шугире делать единственный ход, который не проигрывает сразу. А это единственный ход, подключение ладьи с Х4, но если взять на Х4, то висит белая ладья, и вообще никуда белая ладья совсем не убежать, так, чтобы затем безнаказанно забрать пеш ладью на Х4. Ну, ладья Е7 дается шах, ладья уходит с Х7, и белые играют ладья же 7 шах, король Х8, и ладья бьет Ж6. Оказывается, что позиция совсем плохая у черных, то есть Д4 предъявляет свой козырь здесь Ани Шугире, но у Ливона Родяна находится ход ладья Д6, и в случае размены-размены пешка Д устремляется вперед белая. Ну, выигрывается ладья, то есть, ну, можно, конечно, взять, давайте я сделаю очевидные, то есть неочевидные, такие несложные ходы вперед-вперед. Черная ладья может встать на Д4, но белая шах, ладья дает шах, потом появляется ферзь вот такой, и все, и все. Ну, собственно, все в любом случае здесь. Ладья С8 вместо взятия на Д6 сыграла Ани Шугире, последовала ладья Ф7, ладья Ф4, Е6, белая пешка устремляется вперед, король встал на Ж7, и ладья седьмая, ладья шестая на Д7, черные сдались. Почему они сдались? В чем, так сказать, план белых? Ну, план белых в том, чтобы активизировать пешку Е. Например, ладья Х4, тогда просто ладья бьет Ф5, опять же, две связанные проходные уже в чистом виде, пешка Д обречена, пешку Е можно отобрать, но с двумя связанными проходными белые легко выиграют. Бороться даже, играть неинтересно. Если ладья Е8, например, то решает тот мотив, который, в общем, главной позицией является, а именно шах, 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 и теперь Е7. То есть отнимается поле, даже если ладья с черных не стояла на Е8, то все равно Е7 было бы очень сильно, поскольку потом ладья Ж8 или ладья Аш8, Е8 ферзь. А тут приходится отдать ладью и сдать партию. Ну и, наконец, с ладья Е4, то этот самый мотив, о котором я сказал, в чистом виде реализуется здесь. То есть белые реализуют свою основную угрозу, а именно шах, 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 е7, ну или отдать ладью и сдать партию, или пойти король Е8, что еще более убедительно, поскольку Е8 ферзь, двойной шах, шах и ладью с Х7 и ферзем с Е8. Ну вот так вот лидер турнира, немножко неожиданно, на мой взгляд, выиграл свою партию, и выиграл эту партию он, ну, не без помощи соперника, во всяком случае, поначалу ничего такого явно выгодного для белых не было, но потихоньку, используя недочеты, переоценку шансов или недооценку возможностей соперника, я уж не знаю, что здесь сыграло свою роль, не очень хорошо провел середину партии Аниш Гири, и Леон Ронян его прихватил, добился преимущества, потом и добился победы, и укрепил свое единоличное лидерство. Что происходило в другой партии, которую можно признать центральной, а именно партии вице-лидера, а именно Дамараджу Гутиша, который играл черными, молодой индийский, самый молодой участник турнира, из Чинаи, против Яна Непомнящего, рейтинг-фаворита турнира, второго рейтинга в мире и участника матча за титул чемпиона мира, который начнется вскоре в Астане. Итак, Д2-Д4 сыграл в этот момент, в этой позиции Ян Непомнящий, он может играть с двух рук, Е4 и Д4, С4 он часто играет в последнее время, но в данном случае Д5, С4, взятие на С4, принятый ферзевый гамбит, Ян не играет ни Е4, не устремляется ни в какие-то такие хитрые хитрости, а разыгрывает шахматную классику ферзевый гамбитную, Е6, взятие на С4, А6, рахировка, слон Е7. Слон Е7, конечно, ход нетрадиционный, то есть обычно играют черный С7, С5, нормальное выражение, белые там когда-то играли А4, чтобы не допустить Б7, Б5, Б7, Б5, кстати, палка о двух концах, но в данном случае слон Е7, вот так, сдержанно. Я не знаю, что именно имел ввиду Дабараджу Гутиш, играя таким образом, но ферзь Е2, ответ, естественно, Яна Непомнящего. Хитрость может быть в том, что после С5 или в случае С5 теперь уже черные стоят похуже, то есть ДЦ, если слон БЦ5, тогда Е4, ну и просто поделаем, давайте, ходы, вот дальнейшие, конь С3, здесь важно что? Что черные не могут сыграть просто так Б4, так как после ладья Д1 атакуя ферзя, увода ферзя с каждым С7, но на Б6 еще хуже из-за конь А4, на А5 тоже хуже из-за конь А4. Ну конь А4 все равно, конь БЦ4, слон Е3, белый, предлагают неожиданно размен слонов, то есть не берут на С5, не связываются, не пытаются кого-то теснить, а вот просто меняются, открывая линию С, включая в игру в действие свою ладью с поля А1, скажем взятие-взятие, теперь если конь Д7, то просто совсем худо, ладья С1, затем ладья бьет Д7, затем конь С5 шах, странный ход, а почему конь С5 шах? Можно сыграть конь Б6 и потом мучиться и пытаться доказать, что у белых решающая атака, нет решающей атаки, есть просто приличная атака, а конь С5 сразу выигрывает, так как взятие-взятие и создается угроза слона А4 шах и ладья Д1, ну скажем слон Ф3, там конь Е5 же еще угроза, слон Ф3, тогда слон А4, ну и когда черные отступят на поле Д8, тогда просто ЖФ, просто ЖФ, ладья Д1 неотразимая угроза, черные король в матовой сети, вторая угроза, ферзь Д6 нет угрозы, но ладья Д1 достаточно сильная угроза, то есть вот так вот дело отстает, если черные играют конь Д7, а если они сыграют 0-0, все-таки уводя короля в безопасное место, тогда конь Б6, затем ладья Ц1, черные теснятся, белые теснят черных, ферзь Е7, конь Д7, такой тактический удар, ну и все, висят две ладьи на А7 и на Ф8, если конь Д7, то ферзь ГД7, белые фактически выиграли партию. То есть вот почему Б4 не то, почему начинать с затеи, пытаясь выиграть пешку Е4, ну это поспешность, неправильное решение для обладателей черных фигур. 0-0, 0-0 сыграл здесь Дамараджу Кутиш, это сильнейшее продолжение, то есть, это я вариант продолжаю, извиняюсь, я продолжаю вариант и иллюстрирую, почему вот скороспелое такое Б5 с попыткой организации контргрейд немножко не то. Ну здесь можно взять на Д5, можно сыграть конь Е4, тоже заслуживает внимания конь Е4 и пытаться организовать атаку на фланге, но здесь можно просто вот обеспечить себе, гарантировать за счет порчи черных пешек, если ферзь Д7, то ладья Д1, а если ферзь Б6 сразу взяли на Д5, сыграли там ладья Д1, ну и понятно, что у белых заметный плюсик, не то, чтобы решающее преимущество, но плюсик бесспорный, висит пешкой черных, защищать ее неудобно, белые могут подогнать резерв, ферзя включить, атаковать эту пешку, в любом случае у белых плюс довольно существенный. Это по поводу хода с рон С5. Ну а если сыграть конь БД7, тогда Б4, тогда Б4, А5, Б5, и опять же получается, что здесь позиция у белых получше. Опять же, это вариант боковой, это вариант, который не встретился в партии, потому что этот ход С5 не был сделан. И вот в этом задумке Яна не помню чего. На А6 он сыграл ферзь, на срон И7 сыграл ферзь Е2, хочешь играть С5, играй. Но Доброджу будешь не столь просто. Он играет Б5, отгоняет белого ферзя на С3, конь Д7, черные не торопятся с ходом С5, они хотят или готовы провести этот ход только в целом случае, если на ДС уже будет ход конь С5 в удобной редакции. А4, подрывая фланг, срон Б7, жертва. То есть вот на этой идее, на идее позиционной жертвы пешки, в общем, зиждется вся оборона черных, но оказывается, что пешку забрать, ну вот конь Д2, белые сыграли, скажем 0-0, скажем здесь АБ, ну большой разницы нет. Тут тот же самый тип позиции получается, поэтому проскочил два полухода, сделан два хода, ну вот взятие, 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 срон Б5, белые выиграли пешку, но черные отвечают С5, и оказывается, что за счет очень хорошего взаимодействия сил черных, очень хорошей расстановки, возможности вывести, ну ферзь на А8 стоит как раз где надо, давит по диагонали, контролирует поле А4 и так далее, ладья может дальше быть выставлена на поле Б8. Если белые отказываются бить на С5, то еще более живет черная фигура, а пешка Б не играет большую роль на самом деле, потому что, ну не такое на козырь. Так вот, черные давят на по диагонали А8, Ж2, и при взятии на Д4, белые не смогут взять конем из-за срон Берджа 2, нужно будет брать ЕД, и это образование второй слабости. То есть вот черные готовы пойти на позиции такого типа, у них практически полная компенсация за пешку. Это вот такой современный подход, иногда оказывается, можно не так, не морщи, не глядя, вот мы отдаем пешку, сюда идти нельзя. Отдаем пешку, играем дальше, не волнуемся, все у нас хорошо. Вот, нормально вся в случае. Б3 играет Ян Непомнящий, не берет на Б5, С5, опять же, провокация на взятие пешка, такое вот, ну здесь вообще, здесь можно взять на Д4 сразу, и бить конем нельзя, из-за взятия на Ж2, надо бить пешкой, там ладья Б8, у черных просто, может, даже чуть приятнее, ну точно не хуже, несмотря на отсутствие пешки. Вот было сыграно по этому слон Б2, так сыграл Ян Непомнящий, и там раз руку взял на Д4, слон БД4, взятие на А4, БА, ну почему БА, потому что под конь С5 там попадают белые фигуры, в случае ладья БД4. Поэтому БА, А5, и оказывается, что позиция этого черных очень даже неплохая. Конечно, белые получили в своем распоряжении поле Б5 для слона, а черное поле Б4 для своего слона. И в целом ситуация симметричная на доске. У белых, может быть, получше все-таки, ферзь на Е2 ставит лучше, чем ферзь на Д8 черный, но совсем не на много. Конь С4, и мне кажется, вот Ян начал пытаться играть все-таки на выигрыш, конечно, он хотел эту партию выиграть. Я не могу сказать, что у него какие-то стоят, перед ним стояли перед турниром, такие глобальные задачи, выиграть турнир или показать какой-то выдающийся результат перед дефектом матча на первенстве мира. Но он немножко и бережется, то есть какие-то наработки есть, конечно, он их не будет. Те наработки, которые он заготовил к матчу, показывать, демонстрировать, выкладывать на стол на этом турнире. Это также известный фактор, который как-то сковывает вас. Ну и потом энергию хочется сохранить. Это приводит часто вот к таким вот не очень убедительным выступлениям накануне матча титульного. Ну, Дин Лижень просто проводился в Вейконзе и поделил там места, какое, 11-е и 12-е. А Нуян достойно играет пока 50%, но ничего особенного. Ну я к чему это говорю? Что вот в ходе такого лавирования, немножко нарочитый маневр, хотя, опять же, ну не мне критиковать Яна, который осуществляет перегруппировки своих фигур, конь Д5, ферзь Б2, получается что возникает? То есть вот в ходе ЛДЦ8 был недостанен, конечно, не помню, чем это, достаточно очевидно. Вот белые атаковали пешку Ж7, слоном плюс ферзем, а после в ходе ЛДЦ8 вдруг выяснилось, что бить на Ж7 невыгодно. То есть кладокровнейший ответ ЛДЦ8 со стороны Добра Джукутиша. Здесь какой вариант возникает? Ф6, пешка Ф6 защищена конем, надо отступать слоном, теперь конь А4, забрали вот эту пешку, не зря же черная ладья встала на С8, чтобы белый конь подвисал. Ну и в главном, так сказать, варианте, оказывается, что черная ладья переходит на линию Ж, которая может оказаться магистралью для атаки на белого короля, а не чем-то еще. Слон на А6 стоит плохо, черная фигура централизована, у белых просто хуже. Вот просто хуже у белых в этом варианте. Но не стал бить на Ж7, поэтому Ян не помню, и понял, что его угроза носила немножко фиктивный характер, и вместо ослабления позиции соперника, вроде вот, взяли ход назад вот здесь, вроде как Ф6 надо играть или что-то в этом духе, а нет. Не надо играть Ф6, а надо играть ладья С8, игнорируя угрозу взятия на Ж7, которая была белыми так же проигнорирована, задумался Ян не помню, с горя, так сказать, взял на С5, и получил позицию похуже, потому что черные отступили ладьей, бить на Б4, не бить на Б4. Может быть, стоило взять на Б4, это позицию белых похуже, но, в общем, ничего особенного, то есть символически, полусимболические преимущества черных, за счет лучшего слона, за счет того, что конь может встать на Б4, может на С3, что важно, но здесь вот белым пришлось бы, опять же, поработать, как принято говорить, в деле достижения ничьей, хотя ничья, конечно, достигается, но угрожает конь Б5, потом взятие на С4, а если взять ладьей на Б5, тогда там слон начнет уходить на А6, атаковать белого коня. То есть это проблемы белых, какие возникли бы в случае конь бьет Б4. Решил по-другому поступить Ян, не торопится со взятием на Б4, вводит свою ладью, точный, очень интересный ход делает Доборож Джугукиш, ферзь Ф6 предлагает размен ферзей, АБ, у черных теперь проходная пешка Б, у белых также проходная по линии, она менее актуальна, менее опасна, поскольку сохранить ферзя и вообще тяжелые фигуры на линии Б белым трудно. Ну, ферзь бьет Ф6, ЖФ, к центру, разумеется, бьет черные, а не конь Ф6, пешка Б4, и тогда подвиснет, и будет все нормально у белых. Тут вот могло возникнуть впечатление, что все-таки шансы у черных на выигрыш какие-то есть. Кстати, ЖФ это еще и форточка, такой, без потери времени. Остромление структуры, но форточка, что важнее, поскольку вся игра идет на ферзь на фланге, вокруг проходной пешки Б4 и белой пешки на А4. По идее, вот ощущение было такое, что позиции, конечно же, держатся. Вот Солон Б5 сыграл сразу Доборож Джугукиш, может быть, стоило не форсировать события, а сыграть Ф5, обеспечивая себя, гарантируя себя от продвижения Е3 и Е4 со стороны белых, обеспечивая позицию на Д5, у коня сильную. После Ф6 белым труднее играть. Это вот бесспорно совершенно. Полица 3 в распоряжении черных, слабости какие-то у белых возникают. Да, у белых было просто хуже. Не скажу, что проиграно, нет, конечно. Но хуже на неприятную защиту. А после Солон Б5 обострение, не обострение, а оживление игры. Форсаж некий. Ну и Ян Непомнящий, в общем, вот в этих вариантах показывает, что он, в общем, вроде как все рассчитал. Пешка Б идет вперед, ладья С6. Пешка Б идет еще дальше вперед, ладья Б6. Ферр ладья Б2. Ладья А7. Почему ладья А7? Почему не взятие на Б7? Потому что конь Ц5. Конь Ц5, в случае взятия на Б7, косвенно пешка защищена. Нужно вначале отступить ладью, чтобы забрать пешку Б7. Белый играет конь Ц5, защищает эту пешку. Ладья А5. И белый конь уступает на поле Д3, атакуя пешку Б4. Ну вот теперь ладья Б5, это серьезнейшая ошибка. На самом деле, маневрируя, 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 доигрался Ян Непомнящий до очень опасной позиции. И она была бы таковой, если бы соперник сыграл Б3. Вот если бы черные сыграли Б3, то позиция белых была бы очень опасна. Потому что что? Ну вроде как ладья Ц1, по-другому никак не сокрушить эту самую структуру соперника. Ну конь Ц1, сыграли ладья Б5, потом забрали на Б7 и не отдадим уж точно пешку на Б3. Конь А4 всегда идея. Просто далеко продвинутая проходная. Вот вроде как ладья Ц1 нужно играть, активизировать свою ладью, тогда уход конь А4. Здесь играет с белыми злую шутку, то, что убив слаб первый ряд. Приходится играть как-то вот типа ладья Б1, потому что если вы сыграете ладья Ц8, король выйдет, у черных есть форточку, у белых нет, вот я об этом говорил, и в ферзя поставили, ну тогда все, тогда все, то есть белым плохо, потому что взятие на Б2 и висит конь Д3. Что делать? Возьмете на Д3 или возьмете на Б2, хрен редкий не сращит, потому что мат получите по первому ряду с помощью ладья А1. А это означает, что ладья Ц8 невыгодна, но ладья Б1 тоже панацея так себе, потому что можно взять на Б2, ну и потом взять на, просто не панацея, а сдача партии. То есть вот на самом деле ход Б3 давал в черном большие шансы на победу, я не помнящий вот так играя-играя, ходя туда-сюда, как-то пытаясь вначале поставить проблему перед молодым своим соперником, ну а потом немножко потеряв ориентировку, а соперник играл до сих пор очень здорово, до вот этого момента, когда он не сыграл Б3 на 33-м ходу. Так вот, соперник здесь допустил ошибку, наконец-то, молодой Дамраджу Бутиш, выпустил возможность ходом Б3 добиться очень большого, очень такого заметного преимущества, очень серьезных шансов на победу, а вместо этого сыграл ладья Б5, и белые уже спасаются с помощью следующего маневра. Ладья Ц1, взятие на Б7, Король Ф1, и оказывается, что, ну, с пешкой Б4, с защитой пешки Б4 у черных серьезные проблемы, потому что у белых план простой. Ну, сейчас что угрожает? Сейчас угрожает взятие на Б4, вышибить опору из-под коня, и конь ладья Б3. Если куда-то уходит конь, куда-нибудь на А4, ну, играем ладья Б3, потом играем ладья Б1, если черные ничего не делают, цепляемся в пешку, забираем ее. Если черные сыграют конь Д5, вот так вот, как и было в партии, защищая пешку, стоящую на Б4, то Е4, так поступил Ян Непомничий, атакован черный конь, конь идет назад, белые играют Ф3, чтобы не отдавать пешку Е4, поскольку никуда основная защитительная идея, связанная с ходом конь Б4, если сейчас сказать, ладья Б4 не уйдет, ладья Д7, теперь конь Б4 уже, не ладья Б4, конь А4, ладья Б3, ладья Б7, ладья Далашах, белая, и сильный ход Ф4, без этого хода, конечно, белому было бы не задобровать, но, может быть, издалека, вот недооценил то обстоятельство Дамараджу Бути, что его король стоит под шахами, Ф4 с угрозой ладья Ж3, при этом какие-то ходы типа Х5 не очень-то хороши, то есть просто плохие, плохие, можно только проиграть партию, там белые в турне с ладьями, вечный шаг гарантирован, а того и глядемат, ну, скажем, Дала сделает слабый ход Х5, откровенно, мне кажется, он слабый, тогда у белых переезд, сыграли ладья Ж3, если король ушел, тогда в тогле с ладьей Ж на Ж8, но если черный начинает что-то забирать, ну, непонятно вообще, как бороться с угрозами белых, то ставится вот такой вот мат. Ну, понятное дело, Х5 играть нельзя, нужно взять на Б4, белые дают шаг, черный король уходит, у черных лишняя фигура, но шаг вечный черному королю. И этот шаг был зафиксирован, и соперники согласились на ничью. Ну, я не знаю, сколько, так сказать, зрелищно, сколько ярко и интересна эта партия, но все-таки она любопытна, поскольку играл Ян Непомнящий белыми, а его соперником был вице-лидер турнира, очень молодой, талантливый и так далее, самый молодой участник турнира, Добра Джугучиш. Винсет Кеймер, Надербек Абдул Саторов. Выходя на эту партию, я думаю, Надербек Абдул Саторов, конечно, мечтал прихватить аутсайдера, а Винсет Кеймер был и динамичным аутсайдером, уже однажды Кеймер обыгрывал Абдул Саторов, совсем недавно, ну и, в общем, вот это желание, это ощущение, что нужно, что нужно попытаться обыграть слабого шахматиста, относительно слабого, или неудачно выступающего шахматиста, играет с фаворитами злую шутку. Хотя, так объективно, Кеймер, в общем, Абдул Саторов уступает сейчас, после Вейконзе, по рейтингу, конечно, по статусу, по всему, чему угодно, но все-таки не настолько уступает, чтобы считать его слабым шахматистом, скажем так. Но хочется выиграть. Я вот ставлю себя на место Абдул Саторова, ну и смотрим, к чему это привело, и как вообще трактовал всю партию, дебют партии, всю партию Дербек. Д4 сыграл Диценкеймер, КНФ6, С4, Е6, КНЦ3, защита Немцовича, белые все чаще и чаще входят на этот дебют, и вот этот достаточно безобидный, на мой взгляд, вариант с ходом КНЕ2, размен на Д5, КНЕ2, так сейчас часто трактует Дицендебют белый. Ну, конечно, каноническое продолжение, ТВ8 нормальный ход, и здесь самое нормальное человечее продолжение отступить на Ф8, загадя, чтобы можно спокойно было подготовить продвижение БС7, С5. Белые все-таки, ну что, планы белых связаны или с продвижением Ф3, потом или Ж4, что валовероятно, или Е4, и тогда уж сам Бог ввели в случае Ф3 сыграть С5. А как еще перегруппироваться? Он может сыграть Ф2, лавировать и так далее, но на Дербек, опять же, я полагаю, что одним из обстоятельств, одним из мотивов, которым он руководствовался при выборе своего хода, было то, что он хотел сыграть на перехват, он готов был рисковать. И вот он сыграл КНЕ7, что является ходом, связанным с определенным риском, потому что Ф3, атакован С3, атакован на пешку, на С3 брать, это явная уступка теперь, а никак иначе, пешку Д5, не потеряв слона, не спасете, но можно еще разменять его. Но можно сыграть С3, но размен это уступка, а С3 сыграл на Дербеку, который в жертвуя пешку. Здесь, правда, не совсем жертвуя пешки, поскольку в распоряжении черных находится очень элегантный контрудар, КНЕ7, и нельзя взять этого коня, а КНЕ7, а КНЕ7, и теряется белый ферзь, и черный выигрывает. Это понятно, это банально, это очевидно. Очевидно и то, что вот как-то отступать назад, ну, могут ли белые сыграть ферзь С4, например, вот такой вопрос. Вот я не знаю, имеет ли смысл сыграть Б5? Может быть. Ход-то как ход. То есть, если со слона Е6 отступили назад на С3, а если Б5, тогда бить на Б5 нельзя, можно отступить на С2, черные могут начать затевать какие-то контрыгрумбитного типа. Ученок приличная компенсация за пешку, скажу сразу. Бить вторую очень опасно. Какие-то комбинации иногда возникают с идеей атаки пешки H2, но не буду, опять же, уходить в сторону, поскольку решил не рисковать Винсент Кеймер, решил, что пешка у него есть, пусть и в плохой редакции, но я пешку эту сохраню, а самый надежный метод сохранения лишней пешки это С4, он где-то 7 шах, уводим шахом ферзя из-под удара и берем на С5. В моменте сейчас у белых две лишние пешки. Но черный отвечает ладья Е5, одну пешку отыгрывает, а таковый ферзь, таковый пешка, ферзь Ф3, ладья бьет С5. Ну и в общем, это получилось примерно то, на что и готов был пойти надежный бякан Саторов. Он позиционно пожертвовал пешку, он получил очень хороших слонов, очень хорошие фигуры, ладья НС5 тоже неплоха, ферзь вот-вот готов тонуться на НС4, то есть все это здорово, но все это дает такую почти полную, но не совсем полную компенсацию за пешку. У белых скинь от реальных слабостей. Е4, вот логичный, нужно оживить слона. Ферзь H4, ну угроз прямых нет, но вот-вот возникнут. Слон D2, сюда идет слона Винсента Кеймера, ладья B5, теперь, видимо, белым стоило сыграть B3. Почему? Потому что после хода слона C3, который предпочел в этом положении Винсент Кеймер, черный отвечает ладья Е8, играют, так сказать, стандартным образом, и у них хорошая контрыгра. Точно сильнейшая сторона я не могу, но лишняя пешка, формальный параметр такой имеет место быть. Ну, главный ход за черных ладья Ж5, атакуя коня Ж3, и это действует белым на нервы, это побуждает их отказаться от хода H3. С другой стороны, зачем пешка H4 пошла на H3? Чтобы конь освободился, чтобы не было мата на H2, когда конь с Ж3 уйдет, он может прыгнуть на F5, уйти. Правда, в данный момент черные могут забрать на H4. То есть, это аргумент весомый достаточно, и после этого белые получают эншпиль с вот F3 лучший ход, чтобы поле F2 получить для своей ладьи, и ведь черные что хотели? Ну, с ломкой H3 была угроза. А тут белые успевают перегруппироваться, или выйти королем на F2, если черная ладья уходит назад, и в случае ладья Е2 сыграть ладья на F2, опять же, бежать на H3 не идет, а после размены-размены взять на H3 также невозможно. Материальная равенство в разноцвете, но при ладьях слабые пешки у черных ничья, конечно. Но еще черным нужно позащищаться, а белые могут там изобразить какую-то активность и попытку выиграть партию или создать проблему по-другому. Создать некоторые проблемы в деле защиты черными худшей, но, конечно же, ничейной позиции. H3 был ход. А ладья Е1 ход более агрессивный, более амбициозный, который делает здесь Винсент Кеймер, приводит к тому, что черные получают прекрасную контргруппу после ладья Ж5. Уже полная компенсация за пешку, без всяких разговоров. Предпочитает сыграть здесь Е5 Винсент Кеймер, тематический прорыв там на Б7 висит, поэтому бить на Е5 не очень выгодно, но можно в промежутке сыграть слон С6 и такой белого ферзя и потом забрать на Е5. Ферзь Д3, теперь слон С5. Можно ли было взять на Е5? Вопрос такой философский. И имело ли смысл? Нет, не имело никакого смысла, потому что белые играют Ф4. И оказывается, перегрузка у черных. Ну, что делать? Если слон С3, то разменялись на Е8, взяли на Ж5 лишние качества. Если взяли на Ф4, что зеваем в этом случае? Тогда зеваем двойной удар. Взятие, взятие и двойной удар ферзь Е4 с угрозой после этого взять слона на Е8 шахом и взять на Ф4 шахом. Можно взять на Ж3, тогда взяли на Е8, потом взяли на Ж3. Никакой атаки у черных нет, фигуры нет, всего лишь за пешку, плохо у черных. Поэтому не берет на Е5 здесь Недербек, играет слон С5, но слоны, звери, слоны занимают великолепные позиции, ладьи, ферзь состоят очень хорошо. Б4 ход в берег, и здесь Недербек переоценил свои шансы. Он должен был сыграть слон Б4, после чего его позиция немножко лучше. Взятие, взятие, но основное развитие событий. Ф4, белые оживляют свои силы, но есть ход слон Б5. Без этого хода, то есть без хода слон Б5, черные стали бы просто явно хуже после Ф4. Но ход слон Б5 выручает черных и делает их позицию чуточку лучше. Вот такого рода варианта. То есть возникает эншпиль, сложный эншпиль, поскольку 3 на 1 на фланге у черных, две проходные связанные где-то, у белых довольно активный конь, хорошо расположенный, но черный слон все-таки лучше белого коня, плюс 3 на 1, это легче образовать проходные или проходную, чем 4 на 2 на королевском фланге для белых, тем более, что черные пешки стоят по полям центральным с точки зрения ферзя фланга на линиях Ф и Ж, и поэтому очень трудно организовать проходную белым. То есть это реальные шансы, плюс черных группы. И может быть, сыграть слон Б4, на 4 на дербек Абдусаторов он выиграл партию в конечном счете. Чуточку лучше вся позиция он мог бы реализовать, учитывая то, что все-таки Винсент Кемер на последнем месте, настроение плохое и так далее. Но слон Б6 сыграл оптимистично здесь на дербек Абдусаторов, это ошибка. Это ошибка, и после Б5 вот эти прекрасные активные слоны черных должны куда-то уйти в сторону, назад и так далее. Ладья И6 играет здесь на дербек, но преисполнены оптимизма, но почему бы и нет, у Ладья И6 угроза совершенно конкретная, он на это и уповал. Я отвечаю такой НЕ4, почему? Потому что если взять на Б6, то последует Ладья А6, висит пешка на А2, чтобы мат не получить, надо сыграть вроде как. Но можно, конечно, какие-то шахи давать. Есть шахи, вот это ничья, знаете, вот это ничья. Аж3-то проигрывает за взятие на Ж3. Но есть шахи, есть такие шахи, и это ничья, потому что после этого шаха назад черные должны отступать так же назад, ибо если они сыграют Ж7-Ж6, то А3 уже идет. А3 уже идет, и после Ладья Б3 Б3 играют ферзь Д5, создавая угрозу мата, или там почти мата на поле Ф7. И не успевает черные взять на А3, и не успевает никакие тактические удары нанести. Ну, на Ладья Б2 просто ферзь Р2, а в случае ферзь Б3, такого естественного хода, следует ферзь Ф7, потом подключается я даже не знаю. Ну, чище всего. Е6 не очень идет, не очень... непонятно, к чему приводит Е6 шах, потому что можно взять на С3, и это вроде бы ничья, как ни странно, ибо на взятие бить невозможно, из-за хода Ладья Ж3 шах, промежуточного, пешка связана, и получается мат белому королю. Вот такой вот. Поэтому вот здесь, давайте отступлю здесь, не нужно играть Е7, надо сыграть ферзь Е8, правильный ход, и после отступления черного короля сыграть ферзь Д7, предлагая ферзями поменяться, меняться на Д7 нельзя, и не меняться тоже нельзя, ну, надо отступить, взять на А3, надо взять радио из А, с пылинией Аш, и эта позиция просто плохая, поскольку после СБ белая пешка проходит в ферзи, а маты белому королю не получаются. Вот такая неприятность. То есть, БЦ на самом деле приводил к ничьей, а не к проигрышу белых, как я вначале как-то подумал, даже начал вам говорить, объяснять, нет, ничья всего лишь, из-за того, что там вечный шаг при правильной игре по старению позиций. Вот. КНЕ4 сыграл Гвинсен Кеммер, это правильное решение, поскольку после него белых лучше. Лучший ход после этого за черных, это СНОБЕ4, взятие на Е4, ладья Ж4 и играем позицию без пешки. Ну, я думаю, ее анализировать дальше особо не надо. Шансов на спасение у черных нет, но пешки нет, все у белых нормально, ничего черные не забирают, никакой активности проявить не могут. Не то, это явно и для черных. И поскольку это явно и не то для черных, мучительная защита с проблематичными шансами спастись, а только что Дербек играл на победу, он испробует последний шанс, ну или решительный шанс. Видимо, никакого просчета в этот момент уже не было с его стороны, просто он понимал, что нужно, ну, как-то вот побороться вот в таком виде. Ладья Ж6, король наступает, ладья А6, висит, угрожает мат, что делать? У белых играет Аш3, банальнейший ход. И черные, опять же, могли взять на Е4, тогда ладья введет Е4, взять на Аш3 и перейти в такой Эншпиль без качества. Эншпиль, видимо, объективно проигрышный для черных, хотя кажется, что вот дали еще шаг, забрали еще пешку на А2, две пешки и слон, но после Е5 у белых очень сильные проходные. Е6, Е5, Е6, основная идея и не единственная при том, и в общем, противодействовать этому черные не могут. Если король в 8, то ладья Д1, не Е6. Ну, слон Е4 вот можно было сыграть, шансы за спасение были бы, но символически, а слон Б5, то, что сделал Назербек, это, ну, не то, что сдача партии, это переход в заведомо безнадежную позицию, потому что белый играет ферзь Ф3, бить Д5 нельзя, когда ферзь Х3, шаг и мат с Х2 или на Х1 будет дан, а тут ферзь Ф3, слон отступает, поскольку взятие на Ф1, игра без фигуры и без реальных шансов на спасение. Теперь, что важно, что нельзя сыграть конь Ж5, потому что тогда ферзь Б5, просто, то есть никак пешку Х3 не защитить, но, я уж не знаю, может издалека, сознательно, идя на эту позицию, считал, Назербеку Сатору, что он сцепился в пешку Х3, правого короля и так далее, плюс еще слон на В6 живой, там конь Ж3 не переградитесь при короле на Ж1, но Е6 у белых есть ход, и это кончает просто партию, слон Е6, и теперь ладья Ж1 с угрозой взятия на Ж7, нельзя взять теперь на Ж3, потому что тогда ладья оберет Ж7, если король Ф8, то мат на ходе Ф7, банальный мат, если уйти вот сюда, то проще всего дать шаг, это мат два хода, если король Ж8, то ферд бьет Ф7 мат, а если отступили, то есть забрали ладью, то тогда ферд бьет Ф7 мат, белый слон сподится 3, поддерживая своего ферзя и ладью. Поэтому приходится играть здесь не слон Г3, а ферд бьет Х3, переводить игру в окончании, ну и собственно здесь можно было поставить уже точку в этой партии, но она продолжалась без ладьи, правда за три пешки играет Надя Ребекко-Гусоторов, у черных сильные два слона, какие-то пешки, но теоретически все это могло бы привести к неясным последствиям, неясному концу, концовке, но слон Д4 меняет слонов, слон бьет Д4, взятие на Д4, король Б7, ладья С1, опять же, ну формально у черных компенсации некоторые есть, вот они играют в ладья Х5, король Е3, А5, Ф3, белые понадежнее пытаются перестроиться, ладья С3, чтобы никаких шагов сбоку не было, ладья Х5, ладья идет вниз, А4, ладья Д4, такое перестроение, но позиции белых абсолютно выигрышные, объективно, король ушел, угрозу конца 5 и взятие на Е6, тогда будет проще белым реализовать материальное преимущество, на А4 еще пешка слаба, ну вот конца 5 наконец сыграно, взятие на Е6, ну и черные сдались, черные сдались, потому что после ладья Е6, ладья Б4, просто две пешки за ладью, при наличии каких-либо серьезных аргументов, типа далеко продвинутых проходных, ну вот так закончилась партия этого тура, те, которые я хотел вам показать, и настала пора подводить его, этого самого пятого тура, итоги, итоги вот такие, две партии закончились результативно, Ливон Ронян выиграл Аниши Гири, я показал, как это произошло, Винсент Кемер выиграл Нарбетова Саторова, Ян, не помню, защитился в худшей, опасной в один момент, и даже, может быть, проигранной позиции против Дмара Джугутиша, что касается Андрея Сипенко, Веснесова, также Ромер Бабу Праги, Яна Шиштова Дуда, то их партии проходили без особого драматизма, довольно быстро закончились ничью, поэтому я решил вам их не показывать. Каким стало положение после пятого тура? Ливон Ронян укрепил свое лидирующее положение, единоличное, у него четыре очка, это плюс три, три победы и две ничьих, четыре из пяти, много для такого турнира, безусловно, на рубеже плюс один, второе и третье места делят Дмара Джугутиш и ВСВСО, на четвертом, пятом, на рубеже 50% держится Андрей Сипенко и Ян Непомощи, что весьма любопытно, места шестого по десятый делят все остальные, вторая, нижняя половина участников, то есть Эстендер Бекла Саторов, Аня Жди, Иадхшиштов Дуда, очень именитые соперники, Ромер Жбобо Прагананха и Венсен Кеймер, который ушел с чистого последнего места и присоединился к коллективу. В заключение хочется сообщить вам еще одну новость, весть, которая совсем недавно, буквально сегодня, поступила нам, присылали нам сообщение, о том, что 17 марта, и в общем это, ну не то чтобы совсем уж новость, но до недавнего времени еще было не совсем понятно, будет ли проведен Кубок США, это элитное соревнование, мужское и женское. Итак, Кубок США, всего лишь 8 участников, но весь цвет, так сказать, все рейтинги, все лидеры, ведущие шматисты в рейтинге 100 примут участие в этом соревновании. Призовы фонд 300 тысяч, в начале будут составиться четверть финалов, в которых встретятся Хикаро Накабуна, Джеффри Шонган, Фабиано Курана с Рей Робсоном, Весли Солш, Сэмэшен, то есть пока что еще официально 17-го марта. 17-го, я сказал 16-го? 13-го, серьезно, да. 17-го марта, да. То есть официально вот эти пары не обозначены пока что, потому что изменением рейтингов может постоянно на 1-е марта произойти и изменится состав, порядок, последовательность, в которой шахматисты занимают места в мировом рейтинге, в американском рейтинге. Но пока вот такие пары, если, так сказать, ничего не изменится. Так что уж извините, если такие изменения произойдут. Ну и аналогичное женское соревнование, которое, думаю, все-таки привлекает внимание чуточку меньше. Две партии на каждом этапе, тайбрейк в случае 1-1, все как положено, то есть очень сильный состав участников. Ну и такой вот супер-турнир или супер-кубок, супер-кубок США. Ну что ж, на этом наш очередной выпуск, посвященный супер-турниру, который проходит, продолжается в эти дни в Дюссельдорфе, подошел к концу. Перед тем, как проститься, я по традиции призываю вас поставить лайки, подписываться на наш канал, те, кто не сделал этого ранее, и, разумеется, обыгрывать своих соперников, играя с ними в шахматы, как в очном, так и в заочном режиме, то есть в сети интернет. Пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин